Всем привет! Вы на нашем основном канале Лепота ТВ. У всех блогеров уже новогодние видео. Все снимают, как они пекут новогодние кексы, украшают елочки, декорируют дом. И мы обещаем, что это последнее неновогоднее видео на нашем канале в этом году. Недавно мне в моем инстаграме написала одна из наших подписчиц, Карина, привет, о том, что нас показали по телевизору. И сообщение, которое нам прислала Карина, мы ничего не поняли. И решили лично посмотреть эту передачу, узнать, что там про нас показали. Если честно, сначала мы вообще не могли даже найти фрагмент с нами в этой передаче. Но поскольку девочки, которые все это заметили, прислали нам конкретные цифры, где нам себя искать, мы домотали до этого момента и были, мягко говоря, шокированы. Для того, чтобы вам больше было понятно, о чем идет речь, мы покажем сейчас фрагменты из этой передачи. Здесь уже мужчина-хозяин моет машину своим котом. Они давно бы кричали во все горло. Хозяин, прекрати! Вот хозяин красит кота в 50 оттенков синего. Открываем? Да, открываем. Хозяев, которые перекраивают животных на свой вкус, становится все больше. Я когда покрасила собаку, у меня столько негатива просто выписали вообще. Этот пес чудом остался жив после того, как владелец раскрасил его фиолетовый цвет. После лечения ему нашли новых хозяев, к счастью, нормальных. Я крашу свою собаку хохолокие, но это, наверное, максимум. Если вы были внимательны, вы, скорее всего, заметили наших животных в этом ролике. А если вы были очень и очень внимательны, я думаю, что вы прекрасно поняли, что наши животные никакого отношения к этому фрагменту не имеют. Эта часть выпуска посвящена издевательству над животными. Вы видели, как мужчина моет котом свою машину. Это действительно издевательство. Вы видели, как странная парочка постирала, простите, своего кота в стиральной машинке. И это тоже действительно издевательство. Вы видели, как бедная несчастная собака страдала от того, что ее хозяин или хозяйка покрасили ее едко химической краской, которая ей разъела всю шерсть и, вероятно, кожу. И это тоже издевательство. Но простите, какое отношение сюда имеют наши животные? Чтобы вы понимали, как действует РЕН-ТВ. Телеканал РЕН-ТВ. Всеми известный. РЕН-ТВ это просто... Желтая пресса. Желтая пресса, которая собирает с интернета все подряд, перефразирует это, озвучивает, как им нужно, и потом выливает это в эфир. Еще, судя по всему, отвечать за поступки не хочет. Да, отвечать за поступки РЕН-ТВ категорически не хочет, потому что мы вам можем привести большое количество блогеров, которые точно так же попались в, так скажем, сети РЕН-ТВ, РЕН-ТВ, которых так же незаконно оклеветали. Клевета — это намеренное оскорбление человека, канала, компании с целью сквернения его репутации. То есть, чтобы вы понимали, РЕН-ТВ просто нечем было заполнить эфирное время. Они зашли на YouTube, написали «Красим животных». И нашли наше видео. Да, которое... Где мы красим мелом. Вообще никак не соотносится с тем, что у них происходит в ролике. Вот давайте с вами разберем банально даже наш ролик. Мы перед вами полностью честны, и в каждом видео, где используется какое-то средство, какой-то компонент, который можно трактовать неоднозначно с целью использования для животных, ребята, мы отвечаем за свои поступки. Мы знаем, что вредно для наших животных, мы знаем, что не вредно для наших животных, и мы никогда не причиним своим животным зла. И давайте все-таки вернемся к этому видео, где мы красим животных. Мелом. Мелом. Именно мелом, а не краской, как сказала РЕН-ТВ. Вот это видео сейчас доступно по ссылке в описании у нас. Вы можете туда перейти, еще раз его посмотреть. Оно набрало почти что 700 тысяч просмотров. И там прекрасно видно баночку, где написано, что это мел, детский мел. Что такое детский мел? Детский мел – это известняк. Там это написано. Если ребенок съест мел, с ним ничего не случится. Это еще и вроде полезно. Ну, там мел... Какие-то витамины, что ли? Ну, есть специальный пищевой мел, это полезно, да. Если животное съест мел, съест мел, с ним ничего не случится. Если я сейчас возьму эту банку и съем мел, со мной ничего не случится. Простите, но у нас, ребят, у нас пятеро животных. Мы в состоянии отвечать за свои поступки. Мы знаем, что вредно нашим животным, а что не вредно. Я думаю, что если вы смотрите это видео, то, скорее всего, у вас тоже есть животные. И, скорее всего, хотя бы раз в жизни вы обращались со своими животными к грумеру. Грумер – это, если кто не знает, такой прихмахер для животных специально. Что делает грумер? Если вы просите покрасить ваше животное в какой-то цвет, например, к Новому году, сделать ему там красный хохолочек или хвостик покрасить, что часто делают собачкам, грумер берет либо мел и красит им шерсть, которая потом смывается, либо берется специальная краска. Вот несмотря на то, что существует много красок для животных, которыми можно красить и шерсть, и волосы собаки, мы никогда на это не подпишемся. Потому что мы не знаем, что за состав у этих красок, и несмотря на то, что они там дерматологически протестированы, мы на это не рискнем. Единственное, что мы можем попробовать, это то, что мы можем через 10 минут смыть в ванне, что мы сделали в своем ролике. Поэтому мы вам просто даем 100% гарантию, что все действия в нашем видео были абсолютно безвредны для наших животных. А теперь вернемся к сюжету с РЕН-ТВ. Если вы были внимательны при просмотре ролика с РЕН-ТВ, то, думаю, вы заметили, что в ролике показаны абсолютно две разные собаки, но одного цвета. Посмотрите еще раз. Здесь уже мужчина-хозяин моет машину своим котом. Они давно бы кричали во все горло. Хозяин, прекрати! Вот хозяин красит кота в 50 оттенков синего. Открываем? Да, открываем. Хозяев, которые перекраивают животных на свой вкус, становится все больше. Этот пес чудом остался жив после того, как владелец раскрасил его фиолетовый цвет. После лечения ему нашли новых хозяев. К счастью, нормальных. Итак, бедная несчастная собака в фиолетовой краске, над которой действительно поиздевалась хозяин. Простите, наша счастливая избалованная собака на кормах супер премиум класса с синим мелом на голове, который уже смывается в ванной. Две собаки одной породы. Это мальтийская баллонка. Никто не спорит, ребят. Ну, извините, можно отличить фиолетовый цвет от синего? Или РНКВ думает, что люди настолько глупые, что этого не заметят? Ну, они надеются, наверное, что человек будет смотреть по телевизору и просто вот так вот всё. И скажут, какой ужас, какой ужас. Да, ужас, ужас. Что же так издевается над животными? Ребят, вот мы никогда себя не хвалим. Мы никогда не выставляем какие-то свои заслуги, не хвастаемся ни перед кем. Но давайте сейчас поговорим про реальное издевательство над животными. Вы знаете, что все питомники, которые держат котов для разведения или собак, если у них в помёте рождается нездоровый котёнок или щенок, они таких животных лишают жизни. То есть животные, у которых во время родов происходит какая-то травма, например, отнимается одна нога, то есть кошка откусывает, или, например, как у орела случилось, нету половины хвоста, ей мама откусила во время родов, или ещё, не дай бог, какие-либо дефекты, расщелина, нёба очень частый дефект, то заводчики, как правило, избавляются от таких животных. Я не говорю про всех, я говорю, что это стандартная практика, потому что животные держатся чисто ради бизнеса, чисто ради разведения. И если рождается нездоровое животное, оно непригодно для продажи. Соответственно, такое животное, по мнению многих заводчиков, недостойно жизни. Обратите, пожалуйста, внимание на наших животных. К примеру, у Ориэлы нету половинки хвоста, и это её родовая травма. У Кевина неправильный прикус, и это тоже дефект. У Судна, как вы все и понимаете, нету одной лапки. А убили самого питомника огромный шрам на спине. Ребят, мы максимально, когда брали животных в свою семью, пытались брать тех животных, которых мы понимали, что люди вряд ли возьмут свою семью. Мы хотели максимально много животных спасти, и несмотря на то, что... Мы не называем это дефектами, потому что мы считаем, что каждое животное по-своему прекрасное. И, например, то, что у Судуна нету лапки, это, мне кажется, наоборот, делает его очень милым. Так сложилось, и никто не смог поменять судьбу, понимаете? Мы боролись до последнего. Вот просто объясните нам, если бы мы были действительно жестокими людьми, стали бы мы спасать котёнка, у которого отнялась лапа? Вы знаете, в каком мы были шоке, когда нам сказали о том, что его лапка не живая? Мы просто не знали, что делать. Мы тратили все деньги и все свои силы, чтобы спасти его. Чтобы это дальше не случилось, на следующей лапке. Мы сидели на кровати, просто уставившись в одну точку, мы понимали, что у нас ещё три котёнка. Наш котёнок Сладун на операции, и мы просто звонили в ветклинику через каждые полчаса и узнавали, выжил ли наш котёнок. Мы рисковали его жизнью только для того, чтобы сделать ему ещё одну операцию. Нам говорили, очень много наркозов. Нельзя сейчас сделать ещё операции. Котёнок может умереть прямо на хирургическом столе. Мы боролись просто до последнего за его жизнь. Изначально мы вообще не планировали оставлять никого из этих котят. Мы хотели раздать их в добрые руки. Но когда случилась такая ситуация со Сладуном, мы, естественно, взяли его к себе. Мы сразу подумали, что это наш котёнок. Никто не возьмёт котёнка, у которого нет лапки. И нет, я знаю, что есть много добрых людей, у которых точно такие же проблемы у животных. И, возможно, кто-то бы и действительно взял. Но мы не захотели этого делать. Мы решили, что этот котёнок должен остаться с нами. Просто очень часто берут животных с какими-то... Как это сказать? Я даже не знаю, как это по-человечески сказать, чтобы вам было понятно. С какими-то, как говорится, дефектами. Для того, чтобы скормить какому-нибудь питону. В общем, берут животных не для души, а для каких-то... А могут оказаться добрыми, когда им отдавать будешь котикам. Да. Поэтому будьте внимательны. Если вы своих животных кому-то отдаёте, я имею в виду рождённых котят или собачек. Не просто отдаёте по какой-то причине. Будьте очень внимательны. Также хотелось бы сказать про кошечку, которую мы недавно спасли с улицы. Котёнок Лепота. Она нашла себе дом? Она нашла себе дом, но сейчас тоже не об этом. Мы потратили около 40 тысяч на то, чтобы пристроить котёнка сначала в приют. Там мы поставили прививки, прочипировали. Потом для того, чтобы забрать этого котёнка и отдать в другую клинику. Там мы также платили за стационар, за манипуляции. Мы везде тратили деньги. Мы потратили почти что 40 тысяч на котёнка. У кого-то это даже не месячная зарплата. Кто-то зарабатывает в два-три раза меньше. И мы не собирали эти деньги на стримах, мы не собирали эти деньги на донатах. Это деньги все были взяты с нашей зарплаты. Мы не приселивали какую-то особую цель. Мы сделали всего два видео с этой кошечкой. Но главная цель всё же была отдать его в добрые руки настоящим хозяевам, которые будут любить эту кошечку. Мне кажется, люди, которым всё равно на животных, которые не несут ответственность за них, им просто плевать. Вот откровенно плевать. Вот сидит котёнок на улице и плевать. А мы не смогли. Всё началось с того, что моя мама начала кормить эту кошечку, потому что она осталась одна. Кормить на улице. Кормить на улице, да. Потом мы позвонили маме, попросили её взять к себе в квартиру для того, чтобы кошечка не замёрзла. Начинались морозы на улице, ночью уже было минус один. Это котёнок, у неё нет шерсти, у неё есть только подшерсток, у неё нет мамы кошки, которая бы её погрела. И мне кажется, эта ночь для кошки была решающей, потому что она могла просто погибнуть на улице и всё. Мы не пожалели на эту кошечку ни копейки. Не пожалели сил, не пожалели терпения. И добились своей цели. Вы знаете, ребят, вот сколько мы нервов потрепали, пока всё это происходило. Мы не хотим вдаваться в подробности, почему мы трепали нервы, что нас не устраивало, чего мы боялись. Но были большие проблемы. Были большие проблемы. Мы не спали несколько дней, мы переживали. Это не наша кошка, это не наше животное. Это банальное даже переживание, когда ты берёшь животное с улицы, хочешь его пролечить и отдать в добрые руки. Вот эта вот неизвестность, отдашь ты или не отдашь, возьмёт кто-то или не возьмёт, она просто сводит с ума на самом деле. Вот мне кажется, хуже этого я не знаю, хуже неизвестности, что может быть. Что же в итоге сделали РЕН-ТВ? Они оклеветали нас. Они просто взяли наше видео, которое нашли по запросу по покрашиванию животных. Повставляли разные фрагменты, совмещали это всё с чём только можно просто, да? Фрагмент из нашего видео вообще никак не соотносится с темой их передачи. Так мало того, что фрагмент. Они авторские права никакие не указали, что это с нашего канала взяло. Они не указали название нашего канала. Вы знаете, что по закону они имеют право взять наш ролик. Но они не указали название нашего канала, потому что они прекрасно понимали, что наши подписчики увидят это видео, скинут нам, и мы начнём разбираться. Ну как мы тут узнали, данная передача вообще не любит блогеров? Ребят, вообще РЕН-ТВ просто откровенно влёт. Откровенно влёт в своих выпусках. Буквально недавно мы совершенно случайно наткнулись на видео Вадима Бабешкина. Это, я так поняла, мастер спорта по прыжкам в воду. В общем, я не хочу вам соврать, это супер-купер профессионал. Я иногда смотрю его видео. Он там прыгает в воду с нереальной высоты. И РЕН-ТВ также взяли фрагмент из его видео. И несмотря на то, что он там чемпион Европы, если я не ошибаюсь, написали, что это просто любитель, который откуда-то там прыгнул и чудом остался жив. И всё в этой же передаче творится. Да, в этой же передаче, в этом же... В секречной списке, или как она там называется? Против чего-то ветра там, вот какая-то такая история. Ну, в общем, что-то такое, да. И понимаете, Вадим... Против ветра РЕН-ТВ. И понимаете, Вадим тоже выпустил видео, где он просто как бы сидит в шоке и не знает, что дальше делать, что делать с РЕН-ТВ, судиться, не судиться. И таких видео ещё несколько можно найти на Ютубе. Мы его специально оставим тоже в описании видео Вадима Бабешкина, чтобы вы просто посмотрели, потому что человек тоже сидит в растерянности. Его просто тоже оклеветали, и он не знает, что делать. Или напишите на Ютубе РЕН-ТВ, авторские права нарушения. Там тоже найдутся какие-то видео. Вы просто понимаете, что мы не знаем, что делать в такой ситуации. Нас тупо оклеветали. Если мы сейчас такие, типа, ладно, РЕН-ТВ, всё нормально, то значит мы согласились? Значит мы с этим согласились? Вы послушайте, что они говорят. Люди, которые не в ответе за тех, кого приручили. И тут такие мы. Мы, которые спасаем котят, которые подбираем животных без хвоста, без лапки, да? Которые, простите, мы кормим своих животных кормами супер-премиум-класса. Супер-премиум-класса. Всех своих животных мы кормим только высококлассными кормами. Мы не жалеем на это денег. Все наши животные кушают по граммам. Ни один из них не страдает ожирением. Ни один из них не страдает недоеданием. Все наши животные в своем нормальном, адекватном весе. Все купаются, когда нужно. У всех стригутся когти. Мы следим за всеми своими животными. Что мы уже сделали против РЕН-ТВ? Мы написали письменную претензию. Приехали вы в главный офис, и нам сказали, что мы не можем ни с кем из редакции встретиться. Нужно просто оставить претензию и ждать. Ждем мы уже сколько? Две недели, наверное, да? Если не больше. Нам сказали номер нашей претензии, когда мы звонили второй раз. И сказали, что надо звонить и отслеживать. Но пока никто не хочет обращать на нас внимание. Нет, это не привета. Скорее всего, РЕН-ТВ думает, что мы просто забудем про это и забьем. Ребят, на самом деле мы не хотим ни с кем ссориться. Мы не хотим выяснять отношения с телеканалами. Мы не хотим вообще все это начинать, все эти судебные процессы. Но мы не хотим с этим соглашаться. Если мы просто молчим, ходим на дно, такие, да-да-да, все нормально, ладно, РЕН-ТВ, делайте, что хотите. Можете вообще там взять наш ролик, озвучить по-другому, да, и полную чушь там нести. Мы будем очень сидеть довольны, как бы на это все смотреть. Мы считаем, что это дело нужно доводить до конца. Нам бы очень хотелось все эти проблемы оставить в этом старом уходящем году. Но мы чувствуем, что так эта проблема не решится, поскольку РЕН-ТВ не обращает внимания на блогеров. Они просто берут то, что им нужно, заполняют свое эфирное время, втюхивают людям в голову полную чушь, которая вообще никак не относится к реальности. Люди в это верят. Какая-нибудь бабушка сидит, наверное, перед телевизором, и думает, кошмар, кошмар просто. А на самом деле бабушка никогда не возьмет телефон, не зайдет на YouTube и не поймет, что это вообще никак не связано с реальностью. Я думаю, что в данном случае всем блогерам нужно написать как минимум претензию на телеканал РЕН-ТВ и уже доводить дело до суда. Чем больше будет таких дел, тем больше, наверное, будет шансов как-то с РЕН-ТВ разобраться. РЕН-ТВ явно не хотят никому отвечать. Я не знаю, кто-то вообще писал им хотя бы претензию, кроме нас или нет. Мы пока видели только просто видео, как на них жалуются, но про претензии я не слышал. Ребят, это просто, это просто, понимаете, не лезет ни в какие рамки. Вот у меня это, наверное, целую неделю просто не укладывалось в голове, причем тут мы. Они показывают реальной жестокости, реально, блин, котом помыть машину. Да такому человеку надо просто, вот я даже это говорить не буду, понимаете, котом помыть машину. И тут мы такие сидим детским мелком, красим шерсть котику. Вы что, стебетесь что ли вообще? Я не понимаю. Причем показывают, блин, собаку, собаку в краске. Бедная, реально несчастная собака. Насколько я знаю, эта собака вообще из Америки, и это уже давно было очень известно про то, что это кто-то окрасил. Наверное, покрасили человеческой краской. Я понятия не имею, что это за собака, и кто с ней такое сотворил. И я согласна, что это нереально бедная собака и нереально тупой хозяин. Но моя собака тут абсолютно ни при чем. При чем тут моя собака? Ребята, мы всегда следим за здоровьем своих животных и никогда не делаем ничего, что может причинить им хотя бы малейший вред. Ребят, на этом мы, наверное, свое видео заканчиваем. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, потому что осталась последняя неделя перед Новым Годом, и сейчас у нас будет очень много новогодних атмосферных видео со всей нашей зверосемьей. Мы будем снимать очень классные видео, классные челленджи. У нас еще остались коробки. И еще кое-что крутое. Ребята, мы скоро такое сделаем, вы будете просто в шоке. Я думаю, что это будет уже в следующем видео. И, пожалуйста, поддержите нас. Ребят, если вам не сложно, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. Не потому что нам будет приятно. Потому что вы нас поддерживаете таким образом. Вы нас поддерживаете и помогаете вывести это видео повыше. Мы не говорим, что в тренды, но хотя бы в какой-то топ, чтобы люди тоже видели. Блогеры, которых вот так вот тупо опускает РЕН-ТВ, они будут видеть, как действовать в такой ситуации. И как только у нас будет какой-то ответ от РЕН-ТВ, как только мы добьемся разрешения этой ситуации, мы обязательно в каком-нибудь из своих инстаграмов «Зверомама», «Зверопапа» или «Лепота ТВ» выложим, чем все это дело закончилось. И обязательно будем держать вас в курсе. Но оставлять мы этого не собираемся. Да. А вам большое спасибо, если вы досмотрели видео до конца и поддержали нас. Мы вас очень любим. И наши животные спят сзади. Смотрите. Наши животные. Ой, 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 ой. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok